Правда ли то, что ДТП с участием Стримаусова и его смерть является инсценировкой Кремля, связанной с потерей Херсона? В Китае обвинили Украину в бесстыдном поведении. Байден пообещал, что США не станет напрямую вовлекаться в украинский конфликт. В Израиле сказали, что могут изменить свою политику по поставкам вооружений в Украину. А Путин готовится к испытанию ядерной ракеты «Сатана-2», которая заставит задуматься врагов России. Для того, чтобы всегда оставаться в курсе всего самого важного из того, что происходит в мире и конкретно в российско-украинской войне, подписывайтесь на этот канал и на ТикТок. Там видео выходит каждый день. Байден пообещал, что США не станет напрямую вовлекаться в украинский конфликт и тем самым развязывать Третью мировую войну. А также не будет передавать Украине современные самолеты. Байден сказал, что его много раз спрашивали, обеспечим ли мы американские самолеты, чтобы гарантировать безопасное небо над Украиной. Я сказал, что нет, мы не будем этого делать. Мы не собираемся встревать в Третью мировую войну. Из-за этих же соображений в Пентагоне отказались передавать Украине современные, очень нужные беспилотники Грей Игл. Также Байден сказал, что надеется, что после выборов в Конгресс поддержка Украины не изменится. Отметил, что пока непонятно, готовлю Украина к компромиссам в отношении России. И добавил, что намерен на саммите G20 обсуждать с коллегами возможные шаги в отношении ситуации вокруг Украины. Россия потеряла половину своих танков в войне против Украины. И, возможно, использовала большую часть своего высокоточного оружия. Об этом сообщили в Пентагоне. По их словам, это стало большим стратегическим провалом для Кремля. Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла в нее. Она понесла десятки тысяч потерь с февраля, что в разы больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане. Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. А также большинство своих высокоточных боеприпасов. А введенные санкции очень усложнят России восстановление всего этого. До того уровня, какой она выглядела до войны. Путин вошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину, как независимую, суверенную, демократическую страну. Но он потерпел неудачу. И это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит. Сказал замглавы Пентагона. В Израиле могут изменить свою политику по поставкам вооружений в Украину. Однако это не поможет. По словам министра обороны страны Бенни Ганса, Израиль не может поставлять системы ПВО в Украину, так как не имеет для этого запасов, а нарастить производство техники не получается. Он сказал, цитата, «Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику по поставкам вооружения Украине, невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что может быть здесь сделано, и как мы можем расширить нашу помощь. Но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО», сообщил министр обороны. Напомню, что отсутствие дополнительных мощностей впервые озвучено в качестве причины, почему Израиль не может снабжать ВСУ системами ПВО. Ранее там всегда ссылались на желание сохранить нейтралитет в войне России против Украины. Кадыров высказался о сдаче Херсона и отводе российских войск с правого берега. Он написал, полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячи солдат, находящихся в фактическом окружении. Возвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. О том, что Херсон – тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Да, его можно было удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей ему виднее, сказал Кадыров. В Китае обвинили Украину в бесстыдном поведении. Китайские инвесторы украинской компании «Мотор Сич» высказались решительно против национализации бизнеса Украиной. Представитель китайских вкладчиков Ван Цзин сказал, «Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», заявил он. «Напомню, украинские власти решили национализировать ряд компаний в пользу государства. Изъятые активы были переданы в управление Министерства обороны и переведены на военные рельсы для работы во благо страны», отметил премьер Шмыгаль. Похоже, гибель Стримаусова – инсценировка. В СМИ появилась информация, что видео, на котором Владимир Сальдо подтверждает смерть Стримаусова, было записано еще за два часа до первых новостей о ДТП. Это стало известно после анализа метаданных ролика. «Сегодня погиб Кирилл Стримаусова». Однако, конечно, возможно, у него эта информация появилась раньше, чем у СМИ. Этого исключать тоже нельзя. Но стоит отметить, что в официальную версию его гибели не верят и в России. Военкоры заявляют, что Стримаусов был убит задолго до ДТП. Это может быть связано со сдачей Херсона. Он бы мог быть, вероятно, против этого действия», – отмечают некоторые военные корреспонденты. Путин же впоследствии подписал указ о награждении Стримаусова орденом мужества посмертным. Путин готовится к испытанию ядерной ракеты «Сатана-2», которая заставит задуматься врагов России. Об этом пишет Daily Express. «Этот комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны». Более того, как сообщили в издании, Путин заявил, что в мире нет аналогов этой ракете и не будет еще долго. Она заставит задуматься врагов России. Отмечается, что «Сатана» может нести более 10 боеголовок со скоростью 25 тысяч километров в час и способна долететь до Великобритании за 6 минут. Это поистине уникальное оружие, укрепит боевой потенциал вооруженных сил России и даст пищу для размышлений тем, кто в пылу безумной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Передает Daily Express слова, произнесенные в Кремле.